Часто получаю сообщения или комментарии от своих бывших братьев и сестер по вере во Христа Иисуса. Они обвинительны и пишут мне сообщения и комментарии, клеймя меня таким самым, наверное, самым злобным клеймом, которым можно меня заклеймить, называя меня Антихристом. Ну, давайте разберемся, Антихрист я или нет. Антихрист я или нет. Антихрист я или нет. Смотрите, мы живем в таком мире, где у людей стоят в их голове перевертыши. Я сейчас объясню, что это означает. Вспоминаю такой анекдот про маленького мальчика. Я переформатирую этот анекдот. Анекдот про маленького мальчика, который поубивал всех своих братиков и сестричек, задушил своих родителей. И вот приволокли этого мальчика на суд. И народный суд судят этого мальчика и приговорили его к смертной казни. И мальчик стал кричать и оскорблять всех судей, обвиняя их в жестокосердии, обвиняя их в нелюбви к ближнему, в нелюбви к грешнику. И вообще он сказал, что все вы отвратительные люди, потому что вы жестокосердные, приговорили меня к смерти, и нет у вас сострадания ко мне грешному. Больше всего он кричал, что они вообще плохие люди, потому что теперь он, видите ли, сирота. И у них нет никакого сострадания к сироте. Или вот, к примеру, идешь ты по улице, видишь, как человека избивают. Да, избивают его, он весь окровавленный, тебе жалко его, ты сострадаешь этому человеку, его там ограбили. Ну и ты, значит, поднял этого человека, взял его, умыл его водой, значит, помог ему вылечиться, оплатил там ему больницу, гостиницу, ну, не важно что, да. И после этого тебя объявляют врагом. Тебя называют. Ты отвратительный, ты мерзавец, ты такой-сякой, значит, в общем, ты плохой. Ты плохой только по той причине, что ты просто помог человеку. Ну, или ты, значит, очень плохой, если ты, видите ли, сиротку, который передушил своих родителей и поубивал братиков и сестричек, видите ли, ты не милосердный. Нет, у тебя милосердие, ты плохой и отвратительный после этого становишься, если сиротку осудил. Смешно, казалось бы, но это правда нашей жизни. Так вот, спустя 20 лет своей христианской веры у меня изменилась вся, ну, условно назовём её, матрица сознания, матрица восприятия жизни или парадигма мировосприятия. Изменилась она просто феноменально. И в одной из, так скажем, в одном из пониманий своего христианского мировоззрения, что я сделал? Я снял Иисуса Христа с креста. То есть вы представляете? Вы представляете, какой я ужасный после этого человек. Меня стали клеймить антихристом, дьяволом и всем подряд. А знаете, за что? Я в своей душе снял Иисуса с креста. У меня на шее нет распятия, у меня на шее нет страдающего мёртвого Иисуса. На шее, знаете, в виде... Сегодня люди носят в виде украшения, страдающего мёртвого Иисуса носят на шее, в виде оберега. Я как-то за обереги недавно заговорил, так появились верующие, и в ад меня уже отправить. Обереги, сатанизм и всё остальное. Слушайте, вы Иисуса носите умершего на шее своей. Это значит не сатанизм. То есть это не сатанизм носить мёртвого человека на шее. Приносить человека в жертву – это не сатанизм. То есть это не сатанизм. Иисуса принесли в жертву Богу, некоему Богу. То есть это не сатанизм приносить Иисуса в жертву. Носить Иисуса мертвого, страдающего на кресте – это не сатанизм на своей шее. Давайте рассудим. Надеюсь, трезвые и здравомыслящие люди есть. У меня в доме нет ни одного распятия с умирающим Иисусом Христом. Ни одного. И никогда я на свое тело не одену крест с умершим, страдающим человеком. На протяжении всего 20-летнего христианского опыта для меня христианские праздники были не праздниками. Никакого празднования я для себя не видел. Особенно праздник Пасхи. Все праздновали Пасху, а именно на этот праздник Иисуса принесли в жертву человека. Человека принесли в жертву, как обычного барана или овцу. Вот раньше по Ветхому Завету приносили в жертву баранов, тельцов, козлов. А потом на праздник Пасхи принесли в жертву человека. Иисус – это жертва. Человеческое жертвоприношение. А я еще и все свои грехи на Него возлагал. На невиновного. То есть я был виновен в каких-то вещах. Ну, каждый из нас, он в жизни, ну, так или иначе накосячил. Согласитесь, да? А я свои грехи возлагал на Его светлую голову. Он и так страдает невиновный, Его в жертву принесли. А я еще и грехи свои возлагал на Него. Когда у меня подошел переворот сознания, я, наоборот, посчитал, что я в неведении своем, потому что меня так научили, я творил, наоборот, преступление, перекладывая от свою ответственность свои грехи, перекладывая на невиновного человека. Я осознал, что это черная магия. Только я не понимал этого. Это я сейчас осознал. И что я сделал? Во-первых, я перестал свои грехи возлагать на невиновного Иисуса. Я отрекся от человеческого жертвоприношения. Я против убийства Иисуса Христа. И теперь смотрите, какой перевертыш. Вы представляете? Ты против убийства человека? Ты против казни? Ты против жертвоприношения? Ты против того, чтобы невиновного человека принесли в жертву? Ни за что. Вот просто ни за что. За что Иисуса принесли в жертву? Вот за что? За то, что проповедовал любовь. Это так, если в двух словах. И вот смотрите. Я против убийства Иисуса Христа. Я против того, чтобы людей приносить в жертву человека. Иисус же человек был, правильно? Он же не овца был, не баран был, не телец был. Правильно? Он был человек. И человека принесли в жертву. Этому учит Новый Завет. Что Иисус – это жертва. Человеческое жертвоприношение, совершенное, это подношение, человеческое жертво подношение, убийство ради Бога или для Бога. И когда я против того, чтобы людей приносили в жертву, против мучений Иисуса, против страданий Иисуса, мне теперь говорят, ты антихрист. А может быть, все наоборот? Может быть, антихристы – это вы? Может быть, антихристы – это вы, а не я? Если моя любовь к Иисусу, к евангельскому персонажу, выражается в том, что я против его убийства, я в своей душе омыл его раны, снял его с креста. На Пасху все говорят – Христос воскрес. Это для меня был самый болезненный праздник, даже когда я был пастором. Самый болезненный праздник был. Мы говорим – Христос воскрес. Воскрес. Но, однако, мы продолжаем держать его мертвым на кресте. Мы носим мертвого Иисуса на кресте, мы вешаем дома мертвого Иисуса на кресте страдающего. Он у нас в доме висит у многих людей. В машины мы клеим мертвого Иисуса страдающего, мертвого на кресте. Вешаем его на зеркальце мертвого Иисуса умирающего. Но при этом мы говорим – Воскрес! И после вот этого всего «Я антихрист»… Мы кровью Иисуса, это как, особенно в харизматических церквях, кровью Иисуса помазываем все, кровью Иисуса помазываем там все подряд. Я это тоже практиковал, да. Кровь Иисуса и так далее. Все вот эти вот магические ритуалы. Я пил кровь Иисуса, пил кровь Иисуса, заедая телом Иисуса. А сейчас я думаю, тот Иисус, про которого мы читаем в Евангелии, он на самом деле мог такому учить? Или это после Его смерти вместо Него придумали для нас? Я пил кровь Иисуса, я ел плоть Иисуса, мясо Иисуса. Конечно, символично я ел. «Я отказался от причастия». А в том же Евангелии написано, что вы потом удивляетесь, почему вы болеете, страдаете и умираете. Именно умираете после причастия. И страдаете, и болеете. Потому что вы впитываете в себя смерть. Даже в Евангелии написано прямо, что когда вы пьете кровь Иисуса и едите Его плоть, то есть Его мясо. Ну, мясо – это вот мышцы, вот это все. Едите Его мясо. Мясо – это же плоть, правильно? Едите Его плоть и пьете Его кровь. Вы смерть возвещаете. Там написано прямо в Евангелии. Смерть Господа Иисуса Христа возвещаете. Не жизнь возвещаете. Не воскресение. Возвещаете смерть. А потом я еще удивился. Просто у меня вся христианская матрица в голове сломалась. А вы знаете, что настанет на земле, наступит на земле, когда будет проповедано сие Евангелие по всему миру. А в Евангелии то, что нам, так скажем, написали, написано прямо. И будет проповедано сие Евангелие по всем народам, во свидетельство всем народам. И что наступит? И тогда придет конец. Там прямо написано. Конец. Не придет там написано Царство Божье. Ни мир на земле будет. Ни рай. Ни свет. Ни любовь. Ни счастье. Там написано, когда вот это, вот такое Евангелие будет проповедано, тогда придет конец. Конец. И я как пастор, как бывший участник всего вот этого, я просто ошарашился. Я ревел. Я рыдал. Я брался за голову. У меня стресс был. И я взял и вышел из этой игры. Я снял Иисуса с креста. Я перестал пить Его кровь. Есть Его мясо, плоть. Я в душе своей омыл раны Иисуса. В душе своей омыл. И после этого Антихрист именно я, а не вы. Да? То есть, за то, что я омыл Его раны, снял Его с креста в своей душе, перестал пить Его кровь, есть Его мясо, перестал возлагать на Его чистую голову свои проблемы. Знаете, как говорится, перекладывание с больной головы на здоровую. Вот когда моя голова была больна грехами, я со своей больной головы перекладывал свои проблемы, грехи на здоровую голову Иисуса. Вы этим до сих пор занимаетесь, когда все свои грехи возлагаете на Его светлую голову. И после этого Антихрист я. Желаю всем счастья, любви, домам вашим, особенно своим бывшим собратьям во Христе. У вас есть душа, у вас есть сердце. В Библии написано, Бог дал нам свет и разум. А вы простую веру в Библию заменили. То есть вместо света и разума вы от разума отказались. Вы даже учите, что от разума надо отказаться, ибо в разуме сатана. А в Библии прямо написано, Бог дал нам свет и разум. Так где же ваш, дорогие мои, любимые люди? Где же ваш разум? Где же ваш свет? Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца Небесного. Помните эти слова? Так если я сделал доброе дело для Иисуса, я доброе дело сделал в своей душе. Если бы я шел по улице, и Иисус валялся бы где-то в крови распятый, я бы помог бы ему физически. Но я сделал это духовно. Я сделал это на ментальном плане, на духовном, на уровне сердца, на уровне души. Я просто взял его и снял с креста. Сказал в душе своей, Иисус, иди, встань и ходи, живи и здравствуй. И продолжай творить чудесные дела. Живи, Иисус, не умирай. Тебя я воскресил в своей, в своей душе. Тебя я воскресил, Иисус. Я снял с тебя твои страдания. Я снял тебя с креста. Я против жертвоприношения. Я не хочу, чтобы ты страдал. Я не хочу, чтобы ты терпел мучения. Я не хочу, чтобы безумная толпа орала вновь. Эльген, неси его на крест назад. Повесь его на свое место. Пусть он висит, страдает там. Ведь мы его великая невеста. Какая ж вы невеста? Вы чума. Убили принца жизни, славу, мироздание. Любовь вселенскую распяли на кресте. Так чья же вы невеста? А? Иисуса? Да нет. Наверное, ты невеста сам себе. А может, с демоном вступил ты в обручение? Подумай, друг сердешный мой, моя подруга, мой бывший брат в Христе Иисусе. Оглянись, взгляни на мир, взгляни на душу свою. Да, конечно, все это прекрасно, но тяжело в душе своей осознавать, насколько мир наш перевернут в извращение. Если ты любишь, значит, в этом ты. Еще и скажут, ты собака виноват. Да, я виноват лишь в том, что снял его с креста. Я виноват лишь в том, что снял с него мучения. Да, я виноват лишь в том, что против его смерти. Я виноват лишь в том, что не даю вам снова его имя распинать. Его зовут Эммануэль. А если сказать глубже, это мать. Страдающая мать за всех своих детей, которая пришла сюда, в ваш этот грешный мир, сюда, вот в эту матрицу безумия, она несла вам свет, любовь и просвещение. Жизнь и круг пришла восстановить в твоем сознании, в твоей отморока с забитой голове. Любите, люди вы, друг друга, если можно. Ну, знаю точно, те, кто боги и богини, те полюбят. Полюбят жизнь, полюбят мир, природу, мироздание. Полюбят и самих себя. И, наконец-таки, взойдут в вершины Божьей славы. Всех вас люблю и обнимаю. До встречи на моем канале вновь. Субтитры сделал DimaTorzok